Как живу? Хорошо, понимая, любя. Не сдаюсь, и внутри берегу все надежды. Эти струки появились после встречи с подругой в московском кафе. Их автор Полина Ухова. У девушки уже есть свой сборник. В нем 60 стихотворений. В основном она пишет о дружбе и об отношениях. Полина уверена, чтобы зацепить читателя, нужно быть честной и искренней. Я пишу всегда о том, что чувствую или проживаю. А то, как поймут это люди, они в любом случае как-то это поймут, может быть, перенимая на свой опыт. А правильно, неправильно, это уже не обязательно. Другой автор Владимир Трифонов. Мужчина написал только три стихотворения. Но, говорит, для души этого достаточно. Так мало у меня написано. Почему? Ну, скорее, хороший совет тут дал один поэт. Не пиши для всех, не взойдет посев, и напрасен твой будет труд. Для себя пиши, для своей души. И тогда тебя все поймут. Свои стихи мужчина посвятил родине. После школы он уехал учиться во Владивосток. Но сердце осталось на Урале. Лыжня протоптана, друзей компания подобрана, и небо синего, огромного, над нами чаша перевернуто. Звучат и строки известных авторов. Один из самых юных участников марафона – семилетний Георгий. Подготовил отрывок из Евгения Онегина. Такое сложное произведение выбрала мама. Там очень много слов, которые пришлось объяснять ребенку. То есть мы прям толковые слова с ним доставали, объясняли, то есть слушали аудио. Сам Георгий любит учить стихи, особенно Пушкина. Самое любимое – это вступление к поэме «Руслан и Людмила». На коморе я дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый заходит по цепи кругом. Я когда был в зале в школе, говорил стих, то было там не страшно, там легко просто было. И все. А вот здесь перед такой толпой страшной, перед такой сцены. Литературный критик Сергей Ивкин специально приехал послушать первоуральцев. Надеется найти новые таланты. А если кто-то особенно впечатлит, даже готов напечатать. Есть формула стихотворения, которую мне когда-то дал мой учитель Андрей Санников. Это странность и энергия. Какой-то выплеск нервный. Но он при этом должен быть очень необычным. Что это нетипичная речь. Это речь с каким-то легким изгибом. Я к этой формуле добавляю музыкальность. Сергей сам пишет стихи. Несмотря на то, что сейчас в литературной тусовке говорить о чувствах мовит он, почти все его стихотворения о любви. В этой девочке с вечной осечкой и обидую в никуда. Что метания рассекречены, что мечтания ерунда. В этих бритых висках, в истерике, от которой дрожат зеркала, Ты однажды откроешь Америку, за границей, приличие и зла. Поэтический марафон проходит в инновационном культурном центре уже второй год. И число участников уже выросло в два раза. По словам организаторов, каких-то критериев отбора нет. Можно рассказать любимое произведение или раскрыть частичку души и поделиться своими стихами. Здесь готовы послушать всех. Дарья Трофимова, Владимир Махмутов, Интера ТВ.